Британского экспедиционного корпуса Отправленного в Южную Атлантику отвоевывать захваченные аргентинцами Фолклендские острова Она была одновременно и богиней войны, и объектом самых смелых сексуальных фантазий Вообще говоря, многие находили премьер-министра Великобритании по-женски очень привлекательной Маргарет Тэтчер минула 50, ее дети уже стали взрослыми Но что-то в ней оставалось от девчонки, ее энтузиазм, энергия и темперамент Известный журналист после вечера, бурно проведенного с делегатами съезда консерваторов Отправился спать, но обнаружил, что думает о Маргарет Он позвонил в ее гостиничный номер Сонная Маргарет взяла трубку Он с намеком предложил ей заглянуть к нему в номер, чтобы пропустить стаканчик другой виски на сон грядущий Тэтчер ответила весьма сухо Известно, что несколько министров, пользовавшихся успехом в дамском обществе Пытались завязать с ней внеслужебные отношения, но были с порога отвергнуты Я видел ее в парламенте, вспоминал один из министров Она выглядела очень привлекательной Она пропустила пару порций виски и раскраснелась, что ей очень шло Она подошла, улыбаясь своей особой улыбкой От нее доносился аромат дорогих духов и алкоголя Тэтчер идеализировала солдат, которых отправила воевать Она называла их «наши ребята», что им было очень приятно Военные признали маги как политика, который понимает их как никто другой Для них она была не просто главой правительства, а лидером, чьи приказы они исполняли с воодушевлением Она производила впечатление на них и как женщина В их желании служить Маргарет Тэтчер и готовности идти на смерть был и несомненный эротический мотив Мы обожали ее и сделали бы для нее все, что угодно Говорил генерал Джулиан Томпсон, командовавший бригадой во время Фолклендской войны За последние сто лет я не могу назвать ни одного политика, помимо Уинстона Черчилля Который бы производил такое сильное впечатление на военных Мы все любили ее за хладнокровие, энтузиазм И позволю себе заметить за то, что она очень красивая женщина Да, это мы тоже высоко ценим Вторжение Аргентины на Фолклендские острова 2 апреля 1982 года Стало самым серьезным испытанием для Маргарет Тэтчер Неспособность предотвратить захват островов могла оказаться роковой для ее политической судьбы Ее популярность тому времени и так оказалась на низшей точке из-за экономических проблем На карту было поставлено само существование правительства Тэтчер Лидер оппозиционной либеральной партии Дэвид Стилл выразился в парламенте недвусмысленно Факты говорят сами за себя После таких внешнеполитических неудач премьер-министров обычно отправляли в отставку Но она сумела превратить национальное унижение в военный триумф Фолкленд или Мальвины, как их называют в испаноязычных государствах Это архипелаг в Южной Атлантике Обдуваемый со всех сторон ветрами и состоящий примерно из 200 островов Эти острова были открыты в 1592 году британским капитаном Джоном Дэвисом А с 1832 года на островах обосновались английские поселенцы Аргентина же утверждала, что имеет права на эти острова Поскольку прежде они находились под властью Испании И входили в состав вице-королевства Рио-де-Ла-Плата И власть над ними автоматически перешла к Аргентине Которая обрела независимость в 1816 году Поколения молодых аргентинцев росли в уверенности В том, что их патриотический долг – освободить острова С 1965 года Англия и Аргентина вели переговоры о судьбе островов Но ни о чем не договорились Британские лейбористы были готовы отказаться от островов Понимая, что на таком расстоянии практически невозможно Защитить острова в случае военного конфликта Единственная проблема состояла в том, что 1200 фолкленцев Которые зарабатывают на жизнь разведением овец Категорически желали оставаться подданными британской короной В ночь с 1 на 2 апреля 1982 года Около 300 аргентинских морских пехотинцев Сошли на берег в районе порт Стэнли Административного центра фолклендских островов Они арестовали британского губернатора Взяли под контроль порт и аэродром Подняли над островом аргентинский флаг И объявили острова 24-й провинции Аргентины Тэтчер была поражена Советское вторжение в Афганистан ее не удивило От коммунистов она всего ожидала Но она не верила, что в наше время Даже отвязные латиноамериканские диктаторы Решатся на открытую агрессию Ее тревожила судьба британских поселенцев на островах Которые внезапно оказались под иностранной оккупацией Она искренне считала, что обязана не только их освободить Но и выступить в защиту и демократии И международного права И против агрессии Она обратилась за помощью к Рональду Рейгану Американский президент позвонил генералу Леопольда Галтьери Они разговаривали 50 минут Но аргентинский лидер не собирался отказываться от плодов победы Хунта не могла отступить, когда толпы на улицах Буэнос-Айреса славили военных Правившая в Аргентине военная хунта была уверена, что захват островов поставит Англию и весь мир перед совершившимся фактами И дело ограничится дипломатическими протестами Слабый британский флот в разгар суровой зимы в Южной Атлантике не сможет что-либо предпринять Аргентинские генералы и адмиралы просто не понимали, с кем связались Маргарет Тейчер рассказывал о ее помощнике, никогда не была дипломатом и этим гордилась У нее не было времени на изысканные фразы и тщательно продуманный компромисс Тейчер так никогда и не овладела искусством терпеть дураков с улыбкой на уста Отличительной чертой Маргарет была сила воли У нее было еще то огромное преимущество, что ее невозможно было привести в замешательство Два дня она пребывала в тяжелых размышлениях Министерство обороны рисовало только пессимистические сценарии На третий день она приняла решение отправить флот для освобождения островов Возвращение Фолклендских островов представлялось крайне трудным делом с материальной технической точки зрения Дальность пути до Южной Атлантики создавала дополнительные сложности В британском правительстве мало кто верил в успех военной операции Скорее исходили из того, что отправка экспедиционного корпуса в далекую Южную Атлантику Должна подкрепить усилия дипломатов Тетчер думала иначе Маргарет Робертс, которая после замужества стала Маргарет Тетчер Всегда была британским патриотом Начиная с первой попытки стать депутатом в 1949 году Она неизменно говорила о намерении восстановить величие Великобритании И вот ей представилась такая возможность Пожалуй, за исключением Черчилля Никто другой на ее месте не решился бы на то, что сделала она Отправила экспедиционный корпус в Южную Атлантику Приняв на себя ответственность за неминуемые потери И когда люди стали гибнуть Она переживала это куда глубже, чем министры-мужчины Американская разведка полагала, что фолклендская авантюра Была задумана и осуществлена аргентинским флотом Командование сухопутных сил и авиации энтузиазма не проявили Флот, гордившийся аристократическими испанскими традициями Всегда уступал сухопутным силам И, занимая второе место, чувствовал себя уязвленным Операция на фолклендах должна была повысить престиж военных моряков Теперь хунта с удивлением обнаружила, что чуть не весь мир объединился против них А англичане намерены воевать Военная хунта, писал государственный секретарь США Александр Хейк Считала европейские демократические страны слабыми и неспособными дать отпор Это был ее первый просчет Второй, она полагала, что Соединенные Штаты связывают свое будущее Не с исчерпавшей свои возможности Европой А с набирающей силу Латинской Америкой Поэтому Аргентине все сойдет с рук Англия разорвала дипломатические отношения с Аргентиной И сумела провести через Совет Безопасности ООН резолюцию номер 502 Которая заклеймила аргентинское вторжение и требовала вывода войск Аргентинцы не ожидали, что англичанам удастся мобилизовать Организацию Объединенных Наций в поддержку своих имперских амбиций Британские дипломаты обратились к Соединенным Штатам и Европейскому сообществу С просьбой ввести санкции против агрессоров Уже через несколько недель резервы аргентинской экономики были исчерпаны Их грозило банкротство В воскресенье премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер Пригласила постоянного заместителя министра обороны Сэра Фрэнка Купера к себе домой пообедать Ее дочь Кэрол достала из холодильника ветчину и салат Они угостились Джинном Стоником И Тэтчер совершенно серьезно обратилась к гостю Расскажите мне, как ведут войну? Она с юности идеализировала Уинстона Черчилля Который в годы Второй мировой возглавил воюющую страну Но никогда не думала, что ей самой представится возможность сыграть его роль в жизни Причем в войне за Фолклендские острова В определенном смысле она оказалась даже лучшим, чем Черчилль, лидером военного времени Она оказывала генералам и адмиралам полную моральную и материальную поддержку И при этом не вмешивалась в чисто военные дела Предоставляя планирование и проведение боевых операций профессионалам При этом Тэтчер была очень одинока Дипломаты хотели найти мирные решения Она же считала, что военная операция необходима И полная победа над агрессором возможна Она образовала маленький военный кабинет Который собирался каждое утро в 9.30 Она прежде не очень занималась военными делами Единственным опытом была операция Связанная с захватом здания террористами иранского посольства в Лондоне в 1980 году 30 апреля 1980 года Шесть вооруженных террористов, требовавшие автономии для южной части Ирана Захватили иранское посольство Они взяли в заложники 20 человек Среди них одного британского полицейского и двух журналистов BBC Тэтчер сразу дала понять, что переговоров не будет И что террористам не позволят уйти Как только террористы начали расстреливать заложников Она одобрила решение министра внутренних дел Уилли Уайтлоу Отправить спецназ воздушно-десантных войск Взять здание штурмом Операция происходила под объективами телекамер Пятерых террористов убили, шестого взяли живым Она с мужем приехала в штаб-квартиру спецназа Чтобы поздравить участников успешной операции Многое, если не все, зависело от позиции Вашингтона Там мнения разошлись В Соединенных Штатах существовало довольно сильное Про-аргентинское лобби Во главе с американским представителем ООН Джин Кирк Патрик, резолютивной самоуверенной дамой Она была очень влиятельной И в Белом доме к ней прислушивались Многие в Вашингтоне считали поддержание Хороших отношений с Латинской Америкой Целым континентом Важнее удовлетворение британской имперской ностальгии Госпожа Кирк Патрик резко возражала Против осуждения Аргентины И не хотела, чтобы мы поддерживали Англию Рассказывал Александр Хейк Она сказала президенту, что Результатом станет враждебное отношение Латинской Америки к Соединенным Штатам На сотни лет вперед Поскольку она входила в состав кабинета министра И имела прямой доступ в Белый дом Ее словам придавали особое значение Даже когда мы решили поддержать Англию Она продолжала тайно вредителей Что касается президента Рональда Рейгана То он в принципе не мог понять Зачем Маргарет Тэтчер этот клочок в землю Геологические изыскания показали, что у Фолклендских островов находятся богатые подводные месторождения нефти Вспоминал Александр Хейк Некоторые помощники Рейгана сделали вывод, что конфликт связан с нефтью Они просто не понимали, что в данном случае национальная гордость и патриотизм важнее нефти В конце концов я сказал президенту Дело не в нефти Англичане говорят, что ломаного гроша не дадут за нее Да и Гальтиери в последнюю очередь думает о нефти Больше о нефти не вспоминали По крайней мере в моем присутствии 6 апреля Рейган осторожно заявил, что Соединенные Штаты считают и Англию, и Аргентину друзьями Но Тэтчер нейтральная позиция американцев не устраивала На мировой арене она хотела быть союзником Америки номер один Вслед за Черчиллем она верила, что англосаксы, народы, говорящие по-английски, должны спасти мир На партийном съезде консерваторов в 1981 году Тэтчер говорила Мы не можем защитить себя, ни наш остров, ни Европу в целом Без тесного, эффективного и искреннего союза с Соединенными Штатами Ей нравились американцы Их энергия и оптимизм Их вера в неограниченные возможности капитализма И нежелание полагаться на государство в решении всех социальных проблем Она хотела, чтобы Англия в этом смысле Больше походила на Америку Когда она вступала на американскую землю Она словно молодела на 10 лет Она любила Америку И Америка отвечала ей взаимностью Ей повезло Рональд Рейган позволил ей играть в их отношениях Такую же значительную роль, которую президент Рузвельт в годы Второй мировой предоставил Черчиллю Они держались почти что на равных По темпераменту Рональд Рейган был полной противоположностью Маргарет Тэтчер Но взгляды у них были общие Он приехал в Лондон И выступая перед обеими палатами британского парламента Уверенно сказал Свобода и демократия отправят марксизм-ленинизм на свалку истории Тогда англичане впервые увидели телесуфлер Который позволял Рейгану говорить свободно, не заглядывая в записи Тэтчер понравилась новинка И она стала ее использовать при важных выступлениях Есть определенная закономерность в совпадении электоральных пристрастий Британские консерваторы приходят к власти практически одновременно с американскими республиканцами А либористы оказываются в паре с демократами Идеологическая симметрия, разумеется, вовсе не гарантирует хороших отношений сама по себе Многое зависит от личных симпатий и антипатий Рейган стал президентом и вошел в клуб мировых лидеров Когда Тэтчер уже была опытным политиком Она помогла ему на первом этапе и потом всячески его поддерживала Когда разгорелся скандал вокруг тайных поставок оружия Ирану Тэтчер убежденно сказала в интервью американскому телевидению Я много лет сотрудничаю с президентом Рейганом и абсолютно ему доверяю Америка сильная страна, у вас выдающийся президент и большое будущее Приободритесь, знаете, что я вам скажу? Вы должны так же верить в Америку, как верю я Рейган умел быть благодарным К тому же играла роль сексуальная химия Старомодный джентльмен из Калифорнии был необыкновенно галантен в отношениях с женщинами А она питала слабость к высоким, обаятельным и не очень юным мужчинам с внешностью киногероев Большое значение имело и то, что она говорила на понятном Рейганом языке Он ее понимал, он восхищался Тэтчер и поэтому ей доверял Немецкий канцлер Гельмут Шмидт недолюбливал Тэтчер, потому что сильная женщина его подавляла Рейган этого не боялся Как шутили американцы, Тэтчер не могла напугать мужчину, который 30 лет был женат на Нэнси Дэвис Однажды, когда она в очередной раз поучала его по телефону из Лондона Рейган отстранил трубку от уха, чтобы присутствующие в овальном кабинете тоже могли ее слышать И сказал потом, она прекрасна, а? Тэтчер пользовалась своим влиянием умно и тактично Она понимала скромность интеллектуального потенциала Рональда Рейгана Тогдашний посол Англии в Вашингтоне говорил впоследствии Если бы я повторил то, что она реально думает о Рейгане, это разрушило бы англо-американские отношения Но она на публике никогда не критиковала Рейгана, понимая, что у нее есть возможность влиять на американскую политику И очень аккуратно направлять президента Она лишилась этой возможности, когда Рейгана сменил Джордж Буш-старший Рейган часто задавал тон в международных встречах Но затем нередко передавал инициативу в разговоре Тэтчер Разрешая ей говорить за них обоих Вспоминал Джордж Буш-старший Ей очень нравилось говорить за двоих Мы с Роном считаем, что... Я понимал, почему она стала таким сильным лидером Она всегда действовала напористо И не стеснялась озвучивать свои мысли или спорить с другими Тэтчер всегда стремилась выразить свою собственную позицию напрямую Не заботясь о тонкостях Она была сильной, но не грубой Она, так же как и Рейган, помогла мне понять важность соблюдения принципов Я уважал ее твердость и уверенность в своих силах Она не переносила глупцов и не обладала чувством юмора По сравнению с Тэтчер, даже Горбачев и Ельцин Отличались более развитым чувством юмора и непринужденности Рейган поручил государственному секретарю Александру Хейгу Выступить в роли посредника и уладить дело с островами миром Но Тэтчер не хотела мира И она знала, что хунта тоже не согласится на компромисс Генералам нужна только полная победа Белый дом попросил включить горячую линию, чтобы Рейган мог поговорить с Тэтчером Он успел только спросить, как идут дела Тэтчер начала отвечать Она говорила очень долго, потом поблагодарила Рейгана за помощь и прекратила разговор Советник Рейгана по национальной безопасности признался потом, что Белый дом хотел обсудить с англичанами компромиссный план мирного урегулирования В Вашингтоне понимали, что для Тэтчер это достаточно неприятный разговор Решили, что лучше всех сумеет провести беседу сам Рональд Рейган Но он не смог вставить ни слова Скорее всего, Тэтчер понимала, зачем звонит Рейган И просто не дала ему возможности ничего сказать На улицах Лондона в те дни чувствовался скрытый патриотический подъем Прилетевший в Англию Хейг изложил Тэтчер посреднические предложения Соединенных Штатов Маргарет Тэтчер была настроена решительно и казалась готовой к бою, что называется, закусила у дела Она резко постучала по столу и напомнила, что именно за этим столом сидел Невил Чамберлен И говорил в 1938 году, что чехи живут так далеко, и мы их мало знаем, зачем нам их защищать За этим последовала Вторая мировая война Не толкайте Англию на путь поощрения агрессии, сказала Тэтчер Не заставляйте Англию отдать Аргентине то, что она захватила силой Это послужит дурным сигналом всему миру и будет иметь катастрофические последствия Если понадобится, твердо сказал Тэтчер Она будет воевать, чтобы защитить права тысячи фалкленцев Поскольку они имеют право на такие же свободы, как и все остальные подданные ее величеству В психологическом плане, писал Хейк Нелегко народу, живущему в закатных отблесках былого величия империи Неоспоримой силы и власти отрешиться от всего этого Цель госпожи Тэтчер, в конце концов, заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что Британия – это все еще Британия Циники в Аргентине или Америке могли сколько угодно шутить насчет тысячи овцеводов на Фалклендских островах Но эти овцеводы были англичанами и потому могли рассчитывать на защиту со стороны британской короны Из Лондона государственный секретарь Хейк полетел в Латинскую Америку, в Буэнос-Айрес, который бурлил от возбуждения Улицы были забиты мужчинами и женщинами, и у каждого в руке флажок Они словно исполняли какой-то племенной танец Из толпы несся гортанный крик «Аргентина! Аргентина!» Аргентинский министр иностранных дел улыбался, довольный этими проявлениями патриотических чувств Но мне показалось, что я вижу в глазах аргентинцев, несмотря на всю их неистовую воинственность, страх Эта страна сто лет не вела войну Аргентинские генералы поторопились Тетчер уже приняла решение разрезать на металлолом авианосец «Гермис» и продать второй авианосец «Инвинсибл» Австралии Если бы аргентинцы нанесли удар позже, британскому флоту нечем было бы сражаться Именно эти два авианосца, от которых едва не избавились, составили ядро сил, отправленных освобождать острова Английские боевые корабли были выведены из состава патрулей НАТО Невоенные суда, в том числе лайнер «Куин-Элизабет-2» были реквизированы и переоборудованы для перевозки войск и снаряжения Они приняли на борт 28 тысяч солдат и оперативное соединение в составе более ста кораблей взяло курс на Фолкленд Министр обороны Соединенных Штатов Каспар Уайнбергер с первого дня был на стороне англичан и помогал им, не дожидаясь команды из Белого дома Он позволил британскому флоту пользоваться американской военной базой, снабжал британские корабли топливом и запасными частями Ускорил продажу Англии ракет «Сайдуиндер» и открыл экспедиционному корпусу доступ к разведывательным данным Глава аргентинской военной хунты, генерал Леопольдо Гальтиери, высокий крупный мужчина с зычным голосом, пытался шантажировать американцев Предупреждал, что в случае начала боевых действий вынужден будет принять помощь уже предложенную ему Кубой и Советским Союзом В какой-то момент, рассказывал Хейк, генерал Гальтиери сообщил нам Русские готовы отправить свою подлодку, чтобы она потопила британский авианосец «Инвинсибилл», а Аргентина припишет успех себе Я отнесся к этому скептически, но когда воображение выходит из-под контроля, то же самое происходит и с реальными событиями Государственный секретарь напрасно пытался уговорить хунту отступить Сочетание несговорчивости и воинственной риторики выводило его из себя Адмирал Анайя стал рассказывать Хейгу о своем сыне, пилоте армейского вертолета, как сына, пролилась на этой священной для нас земле К этому времени Хейг, который полжизни прослужил в армии, устал и выразился недипломатично «Адмирал», — ответил он, — «вы поймете, что такое война, когда увидите, как трупы молодых людей укладывают в мешки Американцам надоела безнадежная посредническая миссия, и в конце концов они самоустранились 30 апреля Александр Хейг на пресс-конференции сообщил о провале переговоров 4 мая британская подводная лодка потопила аргентинский крейсер «Хенераль Бельграна», оснащенный современными противокорабельными ракетами «Экзосет» Погибли 308 моряков, третий экипаж Война стала реальностью, но общественное мнение эта атака произвела плохое впечатление Ядерная держава, входящая в блок НАТО, напала на бедное государство Третьего мира В ответ аргентинский самолет, управляемый ракетой, поразил британский эсминец «Шеффилд» Экипаж покинул корабль, 21 человек погиб Англичане были смущены потерей боевого корабля в первые же дни войны Но Тэтчер сохраняла уверенность, ее раздражали разговоры о необходимости мира любой ценой Она сказала в палате общин Позвольте мне ясно обрисовать ситуацию Мы добиваемся мирного решения, но не мирной капитуляции Хунта, свидетельствует Александр Хейк, пыталась создать впечатление, что Аргентина действует с позиции силы В то время как факты свидетельствовали о ее катастрофической слабости Стилем аргентинского руководства был мачизм Гипертрофированное стремление культивировать в себе мужское начало Аргентинцы не верили, что англичане будут сражаться Но им предстояло столкнуться с ледяной презрительностью и железной волей госпожи Тэтчер Риск поражения на Фолклендах, риск больших потерь был очень высокий Британский экспедиционный корпус высаживался при слабом прикрытии с воздуха Но плохая погода спасла британцев И все же они несли потери из-за превосходства аргентинской авиации Для человека на ее посту Маргарет Тэтчер была, пожалуй, слишком чувствительной Когда ей сообщали о потерях, у нее на глаза наворачивались слезы Она собственноручно писала письма соболезнования Семьи всех погибших на войне В день, когда Тэтчер должна была выступать в своем округе перед шестью тысячами избирателей Ей сообщили, что два вертолета сбиты и три человека погибли Она вышла на трибуну вся в черном, муж держал ее под руку Она говорила кратко и очень эмоционально Наши солдаты, демонстрирующие поразительное мужество и мастерство Напомнили нам о том, что мы все одна семья Как бы ни были они сейчас далеки географически, они с нами Когда она спустилась, корреспондент газеты Daily Mirror сфотографировал ее плачущей Но снимок не опубликовали Отправленные на острова аргентинские призывники сражались плохо Они привыкли к теплу, а на островах была зима Прошедшие подготовку в арктических условиях британские профессионалы морозов не боялись Что еще, помимо выучки британских войск, обеспечила Маргарет Тэтчер победу? Удача, которая сопутствовала англичанам и, конечно же, ее целеустремленность Она не знала колебаний, потому что твердо верила Она сражается за правое дело, поэтому не может не победить Она одержала победу со сравнительно небольшими потерями Погибли 255 британцев, 777 были ранены, 6 кораблей аргентинцы потопили После того, как британские войска высадились на островах, аргентинцы капитулировали Аргентинские генералы и адмиралы, устроившие эту авантюру, потеряли все Кто-то должен был ответить за поражение и унижение Леопольдо Гальтиери ушел в отставку Соратники его арестовали и отправили в тюрьму 14 июня 1982 года, в понедельник, победа была одержана Через 72 дня после 2 апреля она смогла сообщить в палате общин, что несколько часов назад Британский флаг вновь стал развиваться над Фолклендскими островами Когда она вернулась на Даунинг-стрит, счастливая толпа на улице пела «Правь, Британия» 17 июня она удостоилась особого комплимента от депутата Энаха Пауэлла в палате общин Который говорил, что война проверила железную леди на прочность Проверка показала, что металл этот высшего качества Особой прочности гибок, эластичен, не рвется И может быть использован для решения любой государственной задачи После победы в войне она заинтересовалась внешней политикой Ей нравилось иметь дело с руководителями государств и правительств Но она избегала переговоров с министрами иностранных дел Все больше иностранных политиков стремилась побывать у нее Она принимала гостей на первом этаже своей резиденции Она усаживалась на краешке Софы рядом с камином, который никогда не разжигали И устремляла взор на гостя Тот начинал разговор словами Благодарю вас, госпожа премьер-министр, за то, что вы согласились принять меня Больше он ничего не успевал сказать Тэтчер произносила получасовой монолог, не переводя дыхание После чего потрясенный гость, уходя, бормотал Какая женщина! Какая женщина! Только ее первый министр иностранных дел, лорд Карингтон Человек обаятельный и с юмором Позволял себе шутить на сей счет Если она произносила слишком долгие монологи Встречаясь с иностранными лидерами Он писал ей записку Он пролетел 500 миль, чтобы вас увидеть Позвольте и ему тоже что-то сказать Но с китайским лидером Хуаго Феном получилось иначе Он говорил без остановки 50 минут Тэтчер не могла вставить ни слова Лорд Карингтон прислал записку Как обычно, вы слишком много говорите К счастью, у Тэтчер под рукой оказался носовой платок За которым она скрыла улыбку Как женщина, она могла сказать руководителю государства То, что не решился бы произнести премьер-министр мужского пола Своим дипломатам она не доверяла Считала, что Министерство иностранных дел Только тем и занимается, что жертвует интересами собственной страны Сама она бдительно следила за тем, чтобы Англию не ущемляли Несколько лет после войны она успешно давила на Рейгана Настаивая на том, чтобы Соединенные Штаты По-прежнему не продавали оружие Аргентине Помощники доказывали Рейгану, что нельзя так долго отталкивать Аргентину Что нужно дать ей оружие и тем самым иметь возможность влиять на страну Накануне встречи с Тэтчер они долго внушали Рейгану, чтобы он не поддавался ее давлению Он обещал держаться Но ничего не вышло Во время разговора она совершенно непринужденно заметила Да, кстати, относительно вопроса об оружии для Аргентины Она произнесла это тоном домашней хозяйке Которая едва не забыла купить что-то из длинного списка продуктов к обеду Вы ведь не станете продавать оружие Аргентине, верно? К ужасу своих помощников Рональд Рейган не нашел в себе силы возразить Тэтчер Он ответил, конечно, нет Столь же благодарна она была президенту Франции Франсуа Миттерану Который после начала войны ввел запрет на продажу Аргентины противокорабельных ракет Экзосед С его предшественником, высокомерным, заносчивым и надменным Валерий Жаскарда Стэном У Тэтчера отношения не заладились Я припоминаю встречу Тэтчер с президентом Миттераном в Париже Во время которой они с президентом гуляли по Елисейским полям Вспоминал один из ее помощников Меня вывел из задумчивости вид Миттерана Спешащего назад и прижимающего к себе обогренной кровью носовой платок В первую минуту я в панике подумал На этот раз она зашла слишком далеко, она его побила Оказалось, что причиной был невмер бойкий щенок Но я пережил тогда неприятные минуты Миттеран сказал о Тэтчер, что у нее глаза Каллигулы и губы Мерлин Монро Первое его мало смущало, а второе явно нравилось Джон Мейджор, бытность министром иностранных дел, заметил, что встреча Тэтчера и Миттерана Была больше похожа на флирт, чем на переговоры И обоим это очень нравилось Маргарет Тэтчер была благодарна всем, кто помог ей во время войны В частности, генерала Аугуста Пиночета Хотя ее симпатия к чилийскому диктатору смущала многих ее поклонников Во время Фолклендской войны, объясняла Тэтчер Чили предоставила нам жизненно важную информацию Без которой наши потери были бы значительно серьезнее Наибольшее значение имела разведывательная информация Чилийские военно-воздушные силы предупреждали нас о воздушных налетах аргентинской авиации Когда чилийскую радиолокационную станцию раннего обнаружения пришлось отключить на сутки для технического обслуживания Последствия были трагическими В тот день, 8 июня, аргентинские военно-воздушные силы уничтожили два наших десантных корабля Что привело к тяжелым потерям Моя признательность чилийскому президенту и стране в целом Несомненно повлияли на мое поведение, когда экс-президент Пиночет оказался в сложном положении В интересах страны хранить верность своим союзникам Держава средней величины с глобальными интересами, такая как Великобритания Особенно нуждается в добром отношении со стороны союзников в каждом регионе Когда генерал Пиночет приехал в Англию на медицинское обследование Испания выдала ордер на его арест Генералы считали ответственным за гибель испанцев, оказавшихся в момент военного переворота в 1973 году в Чили Британские судебные власти выполнили предписание Тэтчер была возмущена Она была благодарна Пиночету за помощь И помнила, что Испания, напротив, во время Фольклендской войны Поддерживала Аргентину Она демонстративно навещала генерала в поместье Уэнтуард Неподалеку от Лондона Где Пиночет находился под усиленной охраной Она пустила в ход весь свой авторитет, чтобы бывшего чилийского президента отпустили Поскольку Агусто Пиночет по состоянию здоровья не мог предстать перед судом Ему, в конце концов, позволили вернуться в Чили Торжествовала Тэтчер Когда чилийский самолет уже стоял на взлетной полосе Я привезла Пиночету в подарок серебряное блюдо С изображением разгрома испанской армады в 1588 году с запиской Ваш арест в Великобритании – величайшая несправедливость, которая никогда не должна была случиться Такие блюда стали делать в Англии в честь другой победы над Испанией Не сомневаюсь, что вы оцените этот символ по достоинству Меня позабавило, что испанцы, которые все еще страдают от комплекса неполноценности По поводу разгрома армады, пришли в ярость от моего подарка А министра иностранных дел Испании чуть не хватил удар Я, очевидно, попала в точку Собственно говоря, тетчеризм, ее политические идеи, политическая практика – это философия утилитаризма Все в жизни можно перевести на язык цифр И все нужно оценивать с точки зрения эффективности Полклендская война была единственным событием, когда деньги не имели для нее значения Она воевала за идеи Это была война во имя чести До начала войны Маргарет Тетчер считали очень непопулярным премьер-министром Ей грозило неминуемое поражение от оппозиции После Фолклендской войны она стала главной фигурой британской политики И оставалась у власти еще восемь лет После победы на войне она стала восприниматься как вторая королева Оппозиция жаловалась на то, что ее практически невозможно критиковать Люди не хотят этого слышать Она, пожалуй, сама не была готова к такой популярности, как и обрушилась на нее после войны Разгромив внешнего врага, она стала искать врага внутреннего, чтобы точно так же его сокрушить Она начала борьбу с коммунизмом на мировой арене и с социализмом внутри страны На дипломатическом приеме в Лондоне она стала выговаривать министру обороны Майклу Партилла За неправильное сокращение военного бюджета Он довольно неуклюже пытался ее успокоить Она, нацелившись пальцем прямо в министра, резким тоном сказала «Майкл, вы когда-нибудь выигрывали войну?» А я вот выигрывал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok